Художник Андрей Лысенко Его я, оставаясь самим собой, видоизменяется под давлением натуры, модели, подсказывающих каждую данную концепцию. Этого человека мне хочется так написать, а то женщину совсем иначе. Написать аля манэ, под манэ, можно только в шутку, или для пробы, или из азарства. Ну вот так и хочется сразу добавить, что в России было принято в советскую эпоху писать под Репина, как бы это хорошо и профессионально. А вот писать под манэ, как бы это баловство, опасное для жизни, могут и в тюрьму посадить. Но вообще, вы тут есть более серьезный аспект в этом вопросе. Как отличить позорное подражание от непозорного подражания? Ну то есть, когда человек не подражает, но мы находим у него следы другого автора. И вот поэтому вот написал эссе, что Пушкин это экибану множества стилей. То есть, это букет цветов из разных стилей. Почему же он не потерялся и стал великим? В стихах Пушкина найдем и Державина. Если Державин написал «Фрукты смеялись на столе», мы почувствуем знакомое тепло, идущее от Пушкина. Это у него бывает такие смелые полеты. Если сравнить стихи Гусара Давыдова и Пушкина, мы увидим, как много противоположного живописности языка, то есть, как много простецкости и ироничности, взятой у бравого вояки. Но Пушкин все еще разбавил иногда и лиричностью вдруг. Но лиричность откуда? То она идет от Байрона. Например, величавость форм. Роман стихотворный в главах. Но это же Чайльд Горольд Байрона. Иногда лиричность из римских поэтов. Что это? Как это умещается? Нет, это не подражание. Это не заимствование. Это восхищение. Это любование. Но восхищение свободное, не рабское и трусливое. Дескать, ни шага в сторону. Не ученическое. Выучить форму и прием. Нет. Просто любя повторить. Как иногда подражают сезонисты. На них тяжело смотреть. Потому что кроме сезона ничего не видно на холсте. Потому что они это сделали не любя, а трудолюбиво. С важным видом, изучая. У Пушкина это скорее диалоги с любимыми собеседниками, друзьями. Вот так, как китайские поэты, бывало затронут тему такую. Сижу, мол, ночью в лодке. Пью вино и читаю поэта такого-то. Слезу роняю и вторю ему. Это не подражание. Это любовное повторение. Чтобы не забыть. И пообщаться с тем, что нравится. Но далее жить свободно. То есть о собеседниках вспоминается вдруг. По зову сердца. И ровно настолько, насколько вдруг вспомнится. А далее своя жизнь, но уже не такая скучная. Но вооруженный до зубов множеством взглядов на мир. Высказывать естественные свои взгляды. Невольно рождая свои открытия. Которые потом будут увлекать других. Пока в подломном мире жив будет хоть один Пит. То есть диалоги исследователей этого мира будут продолжаться. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. И тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один Пит.